всем доброе доброе утро я сегодня приготовила себе такой интересный завтрак это турецкий завтрак так называемый мини-мен что-то мне захотелось прямо его приготовить сейчас еще сделаю кофе надеюсь получилось вкусно да вышло вкусно у меня сковородочка такая не очень большая но я внесла сюда свою нотку знаете что сделала добавил чеснок не знаю наверное минимально все же в турецкий чеснок скорее всего не идет но я думаю что приправы и специи они все же добавляются по вкусу а вот кинзы я прям люблю вот так побольше сейчас я сделаю еще себе кофе пойду принесу поставлю поставила я чайник что-то я опять приболела опять какой-то насморк опять горло болит в общем а у нас выпал первый снег представляете выпал первый снег ну я думаю он растает потому что на следующей неделе обещают плюс 10 даже до плюс 12 поэтому думаю он растает но все равно так приятно уже выглядывать в окно так светло уже дороги усыпаны снегом мне еще надо будет дойти до валдбереса кое-что забрать и еще хочу зайти фикс прайс так я буду пить кофе сейчас уже чайник закипает конечно я очень рада первому снегу но сегодня эти дни и сегодня вот так было морозно а сейчас вот еще я смотрю ветер конечно ветер в морозную погоду это не очень хорошо но вот несколько дней прям был такой морозец и так приятно лег снег конечно еще не сугробами но уже никуда не денешься уже зима да прям очень такой ветер надо будет одеваться сегодня прям тепло забегу вечером в алдберес кое-что нужно забрать заходила в три фикс прайса представляете и нету у нас вот этих ручек которые без стержневые также и на сайте фикс прайса смотрела там тоже их нету в трех фикс прайсах все пролазило практически ничего не купила у меня там еще есть покупки из фикс прайса который я все никак не могу снять которые тоже надо снять вам показать что это беру постоянно опять в общем накупила бытовой химии немножко ну так по мелочи что-то из посуды потому что что-то какую-то посуду хочу заменить все же вот эта силиконовая посуда она быстро портится вот быстро портится приходит в негодность жалко нету сейчас фикс прайс и вот таких лопаточек видите все вот она уже пришла в негодность она вся ну сколько ей уже лет много много лет уже видите что с ней происходит так вот такие дела конечно жалко но хочется выбросить но жалко потому что не могу найти подобную конечно хочется подешевле не хочется тратить больших денег но она у меня уже просят до просят еды боюсь все она переломится и все как бы как бы я ее не берегла но вот такой лопаточки у меня больше и нету у меня только ложечки конечно ложечками очень удобно но он в каких-то случаях вот нужно все же лопаточку так что так не смотрите тут немножко у меня бардак потому что я снимала вот этот рецепт на кулинарный канал этого турецкого завтрака конечно бы хотелось у меня яйцо представляете всего впитал весь соус надо было или помидорок побольше или яиц поменьше но у меня яйца еще маленькие были но все равно получилось вкусно я еще так вот с кинзой прям очень-очень вкусно поэтому так никаких планов ничего нету сейчас сделаю кофе и вообще если честно нет у нас трагини не хочу сказать что у меня какая-то осенняя депрессия нет просто нету настроения вот да и как она как она будет как она может быть какое-то настроение много так много не буду наливать все мои хорошие с вами я поговорила доброго утра вам пожелала завтрак свой показала вот такой хороший кроме него у меня больше ничего не будет я ничего не хочу я не делала его в большом количестве масла поэтому у меня такой прям полезненький надо еще вот этот казанчик перемыть а еще надо знаете что сделать вот эту сходить купить вкусную капусту сейчас начала продаваться уже вот эта капуста чтобы самим квасить солить кто солит сорта слава у нас уже появилась тоже в палатках правда где-то такая не очень хорошая где-то хорошая а где-то прям я бы сказала что это прям но не слава даже может какую-то капусту пытаются выдать за 40 слова ну может быть они разные есть сорта я-то в этом не профессионал вот может они разные какие-то есть по 35 рублей так что вот так по 35 рублей а нет вот соус посмотрите подливка на дне есть немножко да есть поэтому в принципе неплохо такой качанчик чуть больше среднего выходит где-то примерно на 130 150 рублей и вот я ее натушила да он подливка есть представляете он натушила как же вкусно в этом году солить капусту квасить я ее не солю я ее делаю квашеную в прошлом году у меня есть шикарный рецепт квашеной капусты такая же она вкусная получилось просто невероятно вкусная поэтому если я найду этот рецепт оставлю обязательно посмотрите она получилась на самом деле достойная ой как пахнет кинза она еще соединилась с горячей яичницей какая вкуснятина главное в кинзе не переборщить а так она конечно очень вкусная я раньше сама кинзу не особо любила но вот как-то тоже попробовала чисто случайно попробовала и она мне очень понравилась и сейчас прям я вот не то рассказывайте мне квасите ли вы капусту солите ли вы что вы с ней делаете либо просто тушите потому что я скорее всего в этом году буду ее вот просто просто тушить надо мыть козом все пока пока